Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, достаточно сильно похож на запрос для экспертов в области эзотерики, но поскольку вы задаете его в раздел психологии, то я постараюсь ответить вам, именно исходя из психологического взгляда на ту проблему, которую вы описываете. Отношения ваши, если вы не хотите именно узнать будущее, то есть если вы претледуете цель именно психологический анализ получить, отношения ваши будут развиваться таким образом, как вы себя поставите с молодым человеком. Условно говоря, если вы будете вести себя как равноправная, независимая девушка, которая точно знает, что хочет, куда идет, к чему стремится, то очень быстро ваши отношения приобретут один из нескольких возможных вариантов. Либо молодой человек примет ваши, ну, скажем так, позиции и будет стараться им отвечать, либо ваш молодой человек, напротив, не сможет принять ваши позиции и, соответственно, не сможет вам отвечать. Вам нужно проявлять свои эмоции так и такими, какие они у вас есть, то есть так и такими, какими вы их ощущаете. Это очень важно, чтобы отношения развивались максимально, ну, я бы сказал так, максимально гармонично. Но при этом очень важно, чтобы вы не растворялись в молодом человеке, чтобы вы чересчур много не придавали ему значения, потому что этим вы рискуете его от себя отполкнуть. Надеюсь, вот этот аспект вам будет предельно ясен, потому что от него зависит, ну, наверное, вообще будущее любых отношений, не только с этим молодым человеком, но и вообще отношения с мужчинами. В принципе, дальше. Вы также увидите в процессе вот такого подхода, скажем, отношения, как молодой человек вообще воспринимает вас. Как молодой человек планирует ваше будущее? Как он собирается в дальнейшем устраивать ваши отношения? Как он вообще... Какое место он отдает вам в своей жизни? Вот главный вопрос, на который у вас ответ. Ответ появится в самое ближайшее время, если вы будете вести себя таким образом, каким я вам рекомендую. Это очень-очень важно, чтобы вы, с одной стороны, давали молодому человеку надежду, давали молодому человеку ощутить, что он, ну, достоин чего-то, что он что-то может, что он представляет из себя что-то, да? И, с другой стороны, с другой стороны, очень важно, чтобы вы не позволяли ему делать те вещи, которые вас, например, не устраивают. Это также не менее ключевой момент. И вот, если вы будете действовать по такому, условно говоря, сценарию, по такому, условно говоря, поведению, то очень быстро вы увидите, как молодой человек к вам относится и что он вообще хочет от вас и от отношений с вами. Также, нужно сказать так, что очень многое зависит от того, как вы позиционируете себя по отношению друг к другу и какое отношение друг к другу является для вас приемлемым. То есть, например, какие у вас представления о том, как должен вести себя мужчина, и какие у молодого человека представления о том, как должна себя вести женщина. И вот, исходя из всего этого, ну, и требуется делать выводы. Выводы, которые потом и определяют будущее ваших отношений. На самом деле, на этом можно закончить, потому что это был достаточно общий ответ на ваш, к сожалению, общий вопрос. И для того, чтобы ответить вам более подробно, нужно более подробно проанализировать ваши отношения с молодым человеком. И в заключении, мне бы хотелось сказать, что если ваш вопрос действительно был адресован эзотериком, а не психологом, то, как бы, напишите похожий вопрос в раздел «Эзотерики», там вам ответят более превентивно. В этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!